Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Хорошего вам и нескучного вечера. Добрый вечер. В эфире программа «Трофей и рыбалка». У микрофона Владимир Сметанин. Ближайший час мы посвятим разговору об увлекательнейшем занятии под названием «Рыбная ловля» и поведет нас по этому пути эксперт компании «Арсенал» на улице Комсомольская, 8, Василий Мамонов. Василий, добрый вечер, друзья. Да, мы снова вместе. Знаешь, Василий не радует и не может не радовать тот факт, что уже практически середина первого весеннего месяца. Солнышко все припекает. Погода теплая. Я уже вижу сообщения в СМИ с предупреждением для рыболовов. Ай-яй-яй. Ну, выход на лед на реке. Он уже опасный. Уже. То есть на вятке непосредственно. На вятке. Да и вообще. Маленькие речки бывают еще коварнее, на самом деле, потому что течение еще сильней, и провалиться там еще проще. В этом году, на самом деле, вообще ледовая обстановка в общем и целом была на троечку. А, в плане безопасности? В плане безопасности и в плане того, что лед в этом году намерзал очень интересно. Вроде бы как перволедок был такой активный и бурный, да, лед застыл хорошо. Ну, а дальше, к сожалению, погода внесла свои коррективы. Лед получился такой слоеный, с прослойками воды, соответственно, очень сильно подмывает. Он такой, ну, неоднородную консистенцию имеет, да, вот эту структуру, поэтому держит он плохо. И для всех любителей подленной рыбалки я хочу посоветовать, ребята, будьте осторожней. То есть, реально, вот сейчас при выходе на лед нужно соблюдать технику безопасности. Это обязательно иметь там спасалки, это обязательно иметь веревку. Лучше всего одному не выходить. Если есть возможность, то желательно все равно так или иначе, вот по последнему льду я очень советую, надевайте на себя там спасательные жилеты, которые вы используете в водке. Одной из самых первых передач наших мы как раз-таки посвящали средствам безопасности. Да, о технике безопасности мы говорили. Соответственно, лучше перестраховаться, да, береженного Бог бережет, но тут ошибок быть не может, и их не должно быть. Поэтому вот моя просьба там, будьте бдительны и внимательны. И по прогнозам товарищей моих, которые вот буквально вчера там были на реке, они говорят, что ну вот неделя-полторы, если вот такая погода будет, все, потом лучше вообще не соваться. То есть это не речь идёт, речь идёт не о том, вернее, что лёд тронется, просто сам по себе лёд, он уже будет совершенно непригодным для того, чтобы на него выходить. То есть можно будет выходить, но это будет очень опасно. Я думаю, что не стоит рисковать, ни одна рыба в мире не стоит нашей жизни, поэтому как-то так. Ледовая обстановка на закрытых водоёмах без течения, то есть озёра, пруды, она, конечно же, получше, он там простоит подольше, но всё равно мы не забываем, что весенний лёд, он очень коварен, он может быть очень-очень толстый, но такой структуры, как кристаллы, рассыпается под ногами там от малейшего движения, поэтому будьте осторожны. Ну и ещё, как известно, весна, и мы уже говорили об этом, мы продолжаем говорить, это время активной подготовки к сезону. Многие рыболовы с нетерпением ждут потепления и освобождения рек и стоячих водоёмов ото льда, когда уже можно будет на открытой воде и спробовать свои умения и те наработки, которые за зиму были накоплены. Сегодня мы вам ещё в копилочку-то добавим знаний и практических советов и рекомендаций. Мы анонсировали эту передачу, одну из предыдущих программ мы посвятили ловле на джик. Ну, на такой стандартный, классический, и даже бы я сказал, наверное, такой тяжёлый джик. Тяжёлый, хард джик. Ну, есть такое понятие, потому что ловля на нашей реке Вятки, а мы говорили непосредственно про это, связана с сильным течением, корягами, какими-то крупными приманками пытались поймать очень достойного хищника, поэтому мы говорили о тяжёлом джике. Сегодня же мы немножко сместимся в сторону, мы не будем затрагивать, ну, приоткрою завесу тайны, у нас одна из ближайших передач будет посвящена вообще самому лёгкому направлению в джике, это называется нано-джик. Называют, то есть, когда мы там закидываем... Не смейтесь только, он действительно так называется. Когда мы там ловим приманками, это ловля спиннингом на мормышку, когда мы ловим приманочками 0,2-0,3 грамма рыбу, и используем соответствующие снасти, это касается и удилища, катушки, и шнуров, лески, и приманок, и всего-всего, но это будет чуть дальше у нас, в одной из передач. Сегодня мы поговорим о таком направлении, которое в нашей стране стало очень-очень популярным, реально сейчас вот в этом стиле ловит всё больше и больше народу, это ловля микроджигом. Микроджиг, сегодняшняя тема, да. Микроджиг, само понятие к нам пришло из спорта, то есть, ну, вот немножко вообще история, откуда всё появилось-то на самом деле. Ну, можно вот я вставлю свои впечатления, я просто готовился к программе. Так. Я сейчас хочу подтвердить слова просто Василия о том, что действительно штука, видимо, очень популярная, потому что огромное количество статей, обзоров, пособий по микроджигу в интернете. И вы, кстати, не смеетесь, что так называется микроджиг, мол, это что-то маленькое, и трофеи совершенно маленькие, там незначительные. Нет, всё совсем не так. Насколько я понял, из недолгого изучения микроджиг, у него просто огромные возможности. В том числе по размеру и по разновидностям рыбы, которые можно ловить успешно. Абсолютно любую рыбу, и не факт, что этот размер будет микро. Микроджиг – это ловля на маленькие приманки в лёгком стиле, с лёгкими грузами, лёгкими удилищами. То есть, там всё должно быть предельно лёгкое и предельно чувствительное. Поэтому изначально эту снасть, когда она появилась вот у нас в России, в первую очередь начали использовать спортсмены. Потому что в своё время, когда рейтинговые спортивные состязания, соревнования рыболовные проходили, это была ловля, грубо говоря, за отведённый период времени. За пять часов нужно было поймать как можно больше рыбы. То есть, меньше усилий, я так понимаю, да? Это всё короче делается, всё проще. Это делается короче, было проще поймать. А так как водоёмы для спиннинговых соревнований – это были либо береговые этапы, либо лодочные, выбирались там, ну, рядом с какими-то городами и мегаполисами, да, ну, где это всё там проходило. Соответственно, рассчитывать там на какой-то крупный трофей было, к сожалению, ну, трудно его было поймать. Ну, можно рассчитывать, выудить. Да, и, соответственно, нужно было ловить. И, честно скажу, в своё время вот практически все соревнования выигрывались на ловле окуня. Там тот же Андрей Петерцов, там, да, рекорды, там, когда за 5 часов, там, 10 килограмм вот такими вот окунями. Один из самых известных рыболового спортсмена в России. Да, совершенно верно. И он достаточно хорошо практиковал вот это, ловлю на микроджиг, там, на отводной поводок и вот всё такое. Соответственно, изначально это всё пришло в спорт. Вот, если у нас стандартным таким классическим джигом начали в стране полавливать уже где-то там, наверное, на заре 90-х, да, вот, то микроджиг в нашей стране получил такое широкое распространение, скажем так, в массы пришёл. Это, наверное, годы с 2005-го. Ну, вот так вот. То есть это относительно не очень давно. Прям толчок какой-то был конкретный. Да, во-первых, был определённый толчок. До 2005-го, 2006-го года у нас был определённый информационный вакуум с этой точки зрения, да. Ну, согласимся, что у нас там и с интернетом было не всё хорошо. Кто знает, тот помнит. Ну, левые – это самый бум развития глобальной паутины, конечно. Соответственно, не было какой-либо информации. Где-то что-то проскакивало в журналах, которые тогда были на пике активности. Но там не придавали этому значения, потому что, на самом деле, в то время ещё хорошо клевала крупная рыба на обычный джиг. И какой микро, да зачем там? Давай, вон, пойдём судаков наловим. У спортсменов на это было другое видение. Поэтому он хорошо развивался вот именно в спортивной среде. Да, там, опять же, была такая определённая каста спортсменов, которые очень хорошо этим ловили. И там никому не передавали свои секреты. Делились только там внутри команды либо рыболовного клуба. И поэтому вот так вот это всё расползалось. Затем у нас произошёл такой информационный бум. Да, у нас всё стало доступно, всё появилось. Люди начали читать, начали вникать. Начали выкладывать официальные, грубо говоря, отчёты с этих соревнований. Люди начали интересоваться, а чем же ловят спортсмены такое количество рыбы за такой маленький промежуток времени. Выплыло вот это интересное слово микроджиг. Все начали, что за микроджиг. Вот я знаю, что он за микроджиг, как он отличается. Понятно, что там наломали много дров, грубо говоря, пытаясь ловить обычными удилищами, но суперлёгкими весами. У многих ничего не получалось. Они говорили, да фу, ну его нафиг этот микроджиг. У меня ничего не получается. Не получается не получалось, ну по одной простой причине, потому что не было специализированной снасти и не было понятия. И с этого всё началось где-то, наверное, годы с 2010-2011. Ну вот я сужу по нашему региону. Понятно, что в общих массах по России, например, в той же Москве, это, наверное, случилось чуть раньше. Вот, у нас произошёл такой вообще бум. Да, там микроджигом захотели ловить все. И вся. И на самом деле... Включая женщин и стариков. На самом деле это прослеживается и сейчас. Ловля очень популярная. Потому что она, скажем так, при грамотном подходе не требует дорогостоящих снастей. Вот. Она не требует, скажем так, много времени на рыбалку. То есть это как раз вот, если мы рассматриваем, например, такое направление рыбалки, как стритфишинг, то есть городская рыбалка, в городской черте, рядом с городом, то есть туда, куда можно доехать на обычном автобусе. Ну, вот я как раз хотел об этом добавить, если ты забудешь, да, то есть типы водоёмов, разновидности водоёмов для микроджига, они абсолютно... Там нет абсолютного ограничения, там можно ловить в ручье, можно ловить на большой реке, озере, пруду, где угодно. Ручеёк маленький, не знаю, лужа на дороге. И лишь бы там хоть какая-то была рыба. И самое главное, для микроджига не обязательно хищные. Ну, в некоторых вот его проявлениях, да, там можно ловить абсолютно спокойно белую рыбу, можно ловить карася, карпа, всё что угодно. Но это вот мы, наверное, скажем чуть дальше, если успеем. Потому что хочу сказать, что вот сегодня, вот в этой передаче, мы, наверное, большую часть времени застрим на выборе грамотной снасти. Потому что всё-таки вот в микроджиге от этого зависит очень много. Как я уже сказал, на заре там становления, многие пытались ловить, подбирали неправильно, у них ничего не получалось, и многие забрасывали это дело. Снасть мы имеем в виду и это, и удилище. В первую очередь мы имеем в виду удилище, в первую очередь. Во вторую очередь мы, наверное, имеем в виду шнур, которым мы используем либо леску, ну вот здесь, либо-либо, я объясню. Потом уже катушка. Ну и, скажем так, если останется время, у нас мы немножко коснёмся приманок. Ну, надеюсь, у нас... Самих вот этих... Да, времени к самому вот этих микроприманки, которые существуют. Да, и раз уж у нас такая образовалась произвольная пауза, я хочу напомнить, что программа «Трофеи рыбалка» в ней звучит обязательно вопрос от Василия. Конечно, сегодня тоже будет. Да, правильно ответивший на который, получает сертификат подарочный от магазина «Аксинал» на Комсомольской 8. Зададим вопрос, я думаю, мы уже во второй половине передачи, после рекламы. Номер для СМС, традиционно напоминаю, 8-909-720-101 и 0. Услышите, отправляйте сообщение. Первый правильно ответивший и получит подарочный сертификат. Ну, да. Да. Вот, продолжаем. Поэтому, смотрите, вот я всё время говорю «микроджик», «микроджик». Сейчас очень часто ещё можно слышать такое слово, как «рокфишинг». «Рокфишинг». Почему это сейчас прозвучало? «Рокфиш», «рокфишинг», потому что прародители в стиле «микроджик» – это японцы, у которых есть такой стиль ловли, как называется «рокфиш». Абсолютно никакого отношения к року как таковому, тяжёлому, либо лёгкому, не имеет. В нашем понятии, вернее, в понятии японцев «рокфиш» – это прибрежная ловля в камнях. Вот, соответственно, отсюда у нас есть «рокскала», «фиш» – ловля, да, соответственно, вот они ловят в скалах. Рыбу, которая держится у дна, обязательно это придонные хищники, поэтому вот он наш «джик», да, придонная рыбалка, ловят лёгкими снастями, потому что рыбка не очень крупная, это во-первых. Во-вторых, там ту рыбу, которую они ловят, она обладает, ну, такими, скажем так, физиологическими особенностями. Она может быть достаточно крупного размера, но у неё очень маленький ротик. То есть это, например, касается там разновидности морских акуней мибару, да, либо ловят там… Вот природа их так устроила? Ну, вот так их устроило, то есть они на самом деле не совсем мелкие, но вот именно рот у них небольшой, и питаются они вот маленькими-маленькими рачками, которых рыболов пытается имитировать и ловить эту рыбу. Вот отсюда, скажем так, вот это всё пошло, да, наши там переняли это у японцев. Сейчас именно стиль «рокфиш», он очень популярен и в нашей стране, потому что начали много ловить на море. Ну, видимо, о морской рыбалке идёт речь, да? То есть морская рыбалка, там геленджик, там ещё куда-то, Чёрное море. Ну, слава богу, хватает морей и океанов у границ Российской Федерации. Начали ловить там, что тоже популярно, но не об этом сейчас речь. Соответственно, японцы вкладывали определённое понятие в удилище. Так как ловля ведётся достаточно миниатюрными приманками, но рыба крупная, и она обитает в камнях, на удочку накладываются определённые требования. То есть она должна иметь очень чувствительный кончик, достаточно мощный комель, чтобы иметь сдерживающий ресурс, но в то же время чуть смягчённую среднюю часть для того, чтобы эту миниатюрную приманку мы смогли хоть на какое-то расстояние закинуть. Ну, на какое-то? Давай сразу поясним. Самое распространённое расстояние заброса приманки в Микриджиге? Тут не то, чтобы даже заброс. Я, наверное, скажу, что оптимальная дистанция для ловли, потому что мы рыбалку ведём с постоянной какой-то анимацией этих приманок, нормально мы будем работать на дистанции до 25-30 метров. Вот это край. Во-первых, потому что дальше там очень будут большие воздействия на нашу приманку внешней среды. То есть волна, течение, ещё что-то будет давить на этот шнур. Мы вообще ничего чувствовать не будем, понимать не будем. Поэтому такая не сильно далеко. Значит, основные требования к удилищу, как я уже сказал. Возвращаемся. Честно скажу, что удочка в Микриджиге – это, наверное, как скрипка у скрипача. То есть это основной инструмент, без которого там делать просто нечего. Взять абы какую удочку даже с подходящим тестом. То есть есть удилище с тестом до 5 грамм, например, до 7 грамм. Мы можем взять такое удилище, повесить на него приманку в 2 грамма, прийти на водоём, кидать, кидать и вообще ничего не понимать, что у нас происходит с приманкой, упало, не упало. Мы не будем чувствовать проводку, потому что эта удочка для этого не предназначена. То есть это может быть какая-то форелевая палка, либо может, наоборот, быть басовая короткая с маленьким тестом, либо это будет какой-то универсал для твичинга воблеров, то есть не специализированная. Поэтому для Микриджига мы всегда выбираем специализированное удилище. Они есть японские, которые были как раз для рокфишинга сделаны, они подходят для нас. Есть удилища, которые уже, скажем так, делают наши российские компании по заказу, то есть они уже понимают, что там должно быть. И на самом деле Микриджиговых удилищ сейчас очень-очень большое количество, и причём есть достаточно бюджетные модели, ну там, грубо говоря, в пределах полутора-двух тысяч рублей, можно взять абсолютно рабочую удочку. А ценник всё-таки минимальный? Ну вот в районе 1500 можно взять уже хороший, действительно хороший рабочий инструмент. Ну в любой уважающей себе компании, магазине, как у вас, я думаю, они представлены в широчайшем ассортименте. В широчайшем ассортименте и в любой ценовой категории. И если подойти к специалистам и сказать ключевое слово Микриджиг, тебя подведут и начнут демонстрировать. Вот. Дальше. Скажем о том, что удилища для Микриджига, они не должны быть сильно длинными. То есть оптимальная длина для Микриджигового удилища 2,10, 2 метра 10 сантиметров до 2,30. Ну это вот такая золотая середина. Исключениями иногда бывают достаточно длинные удочки, там длиной 2 метра 50 сантиметров, да, там с тестами грамм до 7-8. Ну, во-первых, они будут стоить очень дорого, потому что нужно использовать определенные материалы для производства такого удилища, чтобы его в таком тесте и в такой длине сделать не совсем соплей. Вот. Таким мягким-мягким там нужно использовать графит. Вот. Во-вторых, на самом деле они не сильно нужны. Это вот именно как раз японские стили некоторой ловли подразумевают такие удочки в нашей с вами стране, в нашей с вами области, да. Вот 2,10, 2,30 на это стоит ориентироваться. Ну, опять же, с практической точки зрения, я сейчас представляю, да, как-то вот мысленно уже выхожу на водоем, и 2 метра удилища, ну, с ним достаточно удобно, да. Для той дистанции ловли, которую мы обозначили, там, в 20-25 метров вполне достаточно. Пробираться через те же заросли какие-то и так далее в кустарнике. А вот. Удобно. Дальше, то есть определились с длиной, там, здесь уже каждый там для себя выбирает, от 2,10 до 2,30, это мой совет. По тесту удилища. То есть тест – это с теми приманками, с которыми сможем работать. Как правило, удилища бывают с тестами, там, от 0,5 до 5, а там от 1 до 7, там, от 0,8 до 8 грамм, да, вот что-то такое. Универсальным удилищем на начало освоения микроджига я считаю удочку с тестом грамм до 7. То есть причем на вот нижний тест, который пишут, там могут писать вообще там 0,3 грамма или еще что-то. Вот мы не смотрим. Серьезно говорю, мы на него не смотрим. Почему я сказал, что в начале передачи, если вот обратили внимание, я сказал, что микроджигом можно ловить достаточно бюджетными снастями. Объясню, в чем дело. Каких бы мы иллюзий не питали, сколько бы у нас не было денег в кармане, и мы были готовы истратить на дорогое удилище, поверьте мне, ни одно удилище не сможет вам в руку вот эту чувствительность, да, передать касание дна грузиком там в 1,5-2 грамма. Ну, ни одно. Сколько бы оно не стоило. Понятно, что удочка там, не знаю, за 30 тысяч рублей сделает это чуть лучше, чем удочка за полторы. Но вот такой вот вау-разницы вот между вот этими ценами вы не заметите никогда в жизни. Никогда. Хорошо, что предупредил Василий. Почему? Потому что, ну, здесь просто представьте себе, вес в 2 грамма, закинутый на расстояние там в 25 метров, с глубиной там хотя бы пускай метра полтора, на него действуют внешние силы, это там, грубо говоря, там шнур, это через воду, да, у нас проходит. Соответственно, парусность шнура в воде. Плюс там, если есть какой-то ветерочек у нас натягивает там дугу такую, да, вот. Плюс, скажем там, если есть течение, оно там чуть-чуть куда-то давит. Ну, мы этого не почувствуем. Поэтому очень часто удилища для микроджига бывают двух типов. Так называемое удилище солидное, со вклейкой. Вот вверху вклеечка. Вот. И тубулярное удилище, которое имеет цельный хлыст. Вот. Значит, в чем отличие? Вот как раз вот эта вклейка в удилище, то есть удочка сама там идет бланк, вот он у нас пустотелый, а сверху идет вклеечка, то есть по типу кивка у зимней удочки. Ну, вот самая вершинка. Вот самая вершинка, они бывают разные тоже. То есть там бывают вклейки там 15 сантиметров, 20, там 30. Вот. И разные по жесткости, соответственно, в зависимости от теста удилища. То есть вот эта вклейка, она нам дает постоянный визуальный контроль, да, касание дна приманкой. Поэтому, в первую очередь, выбирая удилище, вот мы ориентируемся на визуальную составляющую. Ну, давай сразу начинающим посоветуем. Мой совет обезнательно начинающим, только вклейка. Вот. Например, там пустотелые вот эти хлыстики уже, так называемые тубулярные, как правило, используют на более дорогих моделях удилищ. Они нужны для того, чтобы, ну, чуть интереснее задавать анимацию приманкам. Вот. Если мы только начинаем, мы собираем свой там первый комплект. Мой совет, удилище там 2 метра 20 сантиметров, это оптимум такой будет. Сильно гнаться за ценой не нужно там в пределах, там, не знаю, там 2-3 тысяч рублей. Мы возьмем абсолютно рабочее удилище. Однозначно с вклеенной вершинкой, с тестом до 7 грамм. Вот с такими показателями мы сможем выходить на водоем и делать все, что мы захотим, с весами, там, грубо говоря, начиная там с грамма. Угу. Вот. Дальше вот эти вот сами вклейки, они тоже немножко могут подразделяться. Есть вклейки так называемые hard solid. То есть достаточно жесткие и короткие вклейки. Ну, я так понимаю, физика разная у всех. Да, физика разная. Да, вот эти вклеечки, если взять там японские удилища, они используются на удилищах для ловли ставриды. Ну, это нам не грозит. Вот, нам это не грозит, но тем не менее. То есть ставриды ловят пелагическим джигом без касания дна. Вот. Всегда в толще воды. И, соответственно, там нужно очень активно анимировать приманку. Приманка очень легкая, и мы постоянно должны видеть, что вот она у нас вот кивает, приманочка, да, там кончик кивает. И, соответственно, мы понимаем, что, да, приманка у нас работает. Вот. Такие ставридовые удилища стали очень популярны у нас. Их используют для микроджига. Они работают у нас. Вот. Ставриду наши рыбаки не ловят. Но удочки работают. Но наши местные вятские рыбы, они хорошо понимают. Вот. Соответственно, вот основные требования к удилищу. Дальше. Почему я не сказал о том, что там, на нижний тест, вернее, я сказал, что мы не смотрим. Ну, друзья, на самом деле, честно скажу, что любым удилищем можно ловить на любую приманку. Серьезно. То есть вот нижний тест – это такой сильно субъективный показатель. Потому что вот бывает там, ну, даже удочка там с тестом 10 грамм до 40 грамм, да. У нее можно ловить и 5 грамм, и 3 грамма. Другой вопрос – комфорт ловли. Вот. Соответственно, здесь все то же самое. То есть если там у нас заявлено 0,5 грамма, мы можем ловить на 0,5 грамма. Но насколько это для нас будет комфортно. Поэтому в микроджиговом удилище мой совет всегда так. Нижний тест прибавляем ровно столько же. Ну, то есть если есть у нас 0,5, значит, будет комфортно ловить грамм. Если там есть у нас, грубо говоря, грамм удочки, да, но это достаточно уже жесткое такое удилище для микроджигов, значит, комфортно будет ловить с 2 грамм. Это уже методом пробы ошибок все пройдено, поэтому не надо питать иллюзией, что там 0,5 грамма у вас будет хорошо. Мы подошли, меж тем, к небольшой рекламе. Василий Мамонов, эксперт компании «Рассенал» на Комсомольской, 8. Сегодняшняя передача «Трофея рыбалка» посвящена микроджигу. Мы подробно начали обсуждать удилища для этого вида рыбной ловли. Напоминаю, что генеральный партнер нашей программы «Движение нефтепродукт». И двигаться уже далее мы будем через полторы минуты. Продолжается передача «Трофеи рыбалка». А давай вопрос, Василий? А давай. Сразу вопрос. А вот сразу. И потом возвращаться к нашему повествованию. 8-909-720-101-0. Первый правильно ответивший на вопрос, который сейчас озвучит Василий, получит подарочный сертификат от магазина «Арсенал» на Комсомольской, 8. Вопрос сегодня будет такой достаточно длинный и интересный, поэтому слушаем внимательно. Как называется приспособление для извлечения рыбы из воды за нижнюю губу? Обязательно за нижнюю? Да, а за верхнюю никак. Как называется приспособление для извлечения рыбы из воды за нижнюю губу? Оно сейчас, на самом деле, очень-очень популярно, есть во всех магазинах. Так что вот, давайте, вот такой вот вопрос. За эфиром, если я не ошибаюсь, Василий сказал, что японцы, о которых мы упоминали сегодня, они вроде как родоначальники. Да, родоначальники этой штуки. Как называется? Каким сломом это все называется? Пожалуйста, ждем ваших смс-ответов. 8-909-720-101-0. Но если будет правильный ответ, то имя его автора мы уже озвучим в следующей программе. Так, про удилище, видимо, продолжаем. Да, продолжаем про удилище, потому что тема такая достаточно обширная. Значит, все, вот мы подобрали там для себя длина 2,20, вклеечка, либо жесткая, либо мягкая. Здесь уже каждый подбирает для себя. Ну, честно скажу, что начинающему лучше взять мягкую. Ну, вот максимально мягкую для того, чтобы был визуальный контроль. Потом, когда... Начинают под себя уже подбирать удилище. То есть кому-то там чуть жестче, кому кто-то остается на таких же мягких, кто-то меняет длину. То есть здесь уже все индивидуально. Ну, благо, что современные предложения, ассортимент, он позволяет подобрать. Конечно. Больше всего подходящие. Каждому человеку. С этим все понятно. По тесту работы с забрасываемых приманок мы тоже здесь определились. Но, тем не менее, значит, немного все-таки вот коснемся вот этого различия со вклеечкой удочка или без, да. Ну, потому что многие, приходя в магазин, там могут сказать, там, мне нужна удочка для микроджига, да, и там продавец предложит два варианта. Вот такую и такую. И будут стоять. А что же выбрать? Вроде бы и по длине, и по тесту оба подходят. И там по строю примерно одинаковое. Что выбрать? Значит, здесь, опять же, все нужно отталкиваться от ваших условий ловли, если мы ловим на водоемах без течения. Ну, то есть, вот просто возьмите и для себя представьте, где большую часть времени вы планируете ловить на микроджиг. Ну, например, вы любите летом ездить куда-то на дачный участок. Ну, да, то есть, если у вас там дача, а водоем, то есть, какой-то водоем. Вот он будет основным местом ловли у вас. Да, то есть, нужно для себя определиться. Понятно, что если там рыболовка, у которого там география рыбалок очень обширная, да, он там ездит и туда, и туда, и туда, и на реке, и на озере, и на ручье, там, и на пруду, и в ветер, и как угодно, то здесь понятно, что уже там все равно подбирает для себя какой-то инструмент. А вот для начинающего нужно определиться, где мы все-таки ловим. Почему? Потому что, если мы будем ловить на реке, где у нас есть достаточно ощутимое течение, соответственно, приманки мы будем априори использовать, ну, чуть тяжелее, чем, скажем так, необходимы для стоячих водоемов. Плюс у нас на приманку всегда будет действовать сила течения, соответственно, шнур у нас всегда будет преднатянутый, нам понадобится чуть более жесткая удочка, скажем так, с чуть более чувствительным кончиком именно тубулярного исполнения, то есть без всяких вклеек. Потому что такая удочка будет лучше держать течение, то есть держать течение, это говорит о том, что вот она вот этим кончиком проваливаться не будет. Если же мы возьмем удилище с достаточно мягким вклеенным кончиком, на течение ловить мы, конечно же, сможем, но контроль приманки, касание дна и проводки у нас будет хуже, потому что кончик у нас всегда будет загнут, потому что на него действует сила течения. Соответственно, таким удилищем мы не сможем разнообразить проводку, а это в микроджиге очень важно, то есть мы сможем сделать проводку только классическую, там, 2-3 оборота и пауза, 2-3 оборота и пауза. Мы сможем отследить поклевку только лишь по вершинке удилища, потому что тактильной чувствительности вот на такой удочке речи быть не может, потому что у нас всегда все загнуто. Удилище, которое имеет тубулярную вершинку, будет лучше справляться с силой течения, она будет чуть строже, она позволит разнообразить различными анимациями нашу проводку, то есть не просто там катушки, мы сможем работать уже удилищем, и оно будет чуть звонче, если это возможно говорить на таких весах, и, соответственно, поклевку мы очень часто будем чувствовать как такой нормальный удар в руку. Поэтому для ловли на течении тубулярной версии чуть интереснее. Предпочтите. Да, их можно точно так же использовать на водоемах без течения, но это для тех водоемов, для тех рыболовов, ну, скажем так, уже которые давно ловят микроджигами, которые уже поняли, что им нужно. Поэтому если вы ловите на реке тубулярка, если вы ловите на других водоемах, стоячих там озера, пруд, то все-таки, наверное, лучший вариант для начинающего это с совклейкой. Но при всем при этом, вернее, Василий остается, видимо, на своем, то есть начинать все-таки с совклейки. Конечно. Вне зависимости проточной или непроточной. Начинать со вклейки. Вот. Это то, что касается удилища. На самом деле здесь можно говорить еще часа два, но я думаю, что у кого возникнет интерес, пожалуйста, приходите в магазин, задавайте мне вопросы, меня в социальных сетях найти достаточно просто. Пишите, спрашивайте. По мере возможности буду, конечно, отвечать, советовать. Вариантов очень много, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, всегда открыт, всегда отвечу всем. Дальше переходим к шнурам. Мы обещали к шнурам. К шнурам или лескам. Вот. Много, опять же, было таких споров, что же использовать, монолеску, либо шнур, до того момента, пока не появились нужные шнуры. То есть на заре становления микроджига в нашей стране особенно у нас была одна основная проблема. У нас не было шнуров в тонких диаметрах. А тонкими диаметрами я называю шнуры 0,3 по японской классификации, 0,4 по японской классификации. То есть когда к нам начали попадать в страну японские ПЕ-шнуры, там, не знаю, минимальный диаметр, который, наверное, был, это там 0,8 по японии. Очень-очень мало было тонких шнуров, да и практически не было. И, соответственно, что происходило? Там человек приходил в магазин, говорил мне там дайте самый-самый тонкий шнур. Мы давали самый-самый тонкий шнур, который был, но он все равно был ужасно толстый и не подходил для ловли микроджигом. Но тут уже ведь покупатель-то уверен, что у меня самый тонкий шнур. Он наматывал его на катушку, ставил вот эти полтора там грамма приманку, приходил на водоем. Они у него летели там на 10 метров максимум. Ни о какой чувствительности не было вообще разговора. Соответственно, там покупатель был расстроен на весь мир. Он сматывал этот шнур, мотал обычную монолеску в тонких диаметрах, ну, там, грубо говоря, 0,14, 0,16, максимум 0,18, что-нибудь вот такое. Наматывал, приходил на водоем, у него там все летело куда нужно, ну, о какой-либо чувствительности в руку там вообще уже речи не было, потому что там все тянулось, и с учетом этой вклеенной вершинки. Но как-то ловил, как-то ловил. Ну, соответственно, сейчас остались приверженцы вот той старой школы, которая ловит на монолеске. Здесь нужно четко понимать, что ничего на месте-то не стоит. И помимо монолесок у нас сейчас появились различные там флюрокарбоны, у нас появились нанофилы, да, у нас еще там какие-то варианты именно вот этих вот лесок. И с тем, что было там 10 лет назад, они очень сильно отличаются. То есть там 10 лет назад леска там тянулась, как бешеная. Сейчас минимальный коэффициент растяжения, там максимальная прочность при том же диаметре, да, и из этого вытекает все, что угодно. Остались приверженцы ловли монофилом. Я честно скажу, что сам в микроджиге иногда использую монофильные лески. Но это такие частные ситуации, когда я ловлю максимально легкими весами на максимально короткой дистанции, максимально мягкой удочке. Поясни для начинающих, почему именно монофилы? Я использую монофил. Почему я использую монофил? Честно скажу, использую его на соревнованиях, например, когда мне нужно достаточно легкую приманку забросить недалеко. то с монофилом чуть более, скажем так, плавной игры можно добиться. Ну, то есть он имеет все равно коэффициент растяжения, и на некоторые типы приманок вот эта вот плавная игра нужна. Это во-первых... Сглаживает, да? Да, сглаживает немножко. Это раз. Во-вторых, с монофилом очень удобно ловить в ветреную погоду, потому что монофильная леска, она тонет. Ну, то есть есть тонущая монофильная леска. Соответственно, когда она у нас под пленку воды проваливается, на нее минимум воздействия вот этой внешней рябьи, волны и всего оставшегося, соответственно, контролировать проводку немножко удобнее. Но это очень частные случаи. И все-таки, если посмотреть основную тенденцию, которая у нас сейчас присутствует вообще на рыболовном... В рыболовном мире вот именно как раз в разрезе микроджига, то, конечно же, все ловят шнурами. Шнур полностью закрепился. Да, сейчас перешли на шнуры, благо тонких диаметров сейчас в достатке. И это не обязательно супердорогие. То есть даже уже там в бюджетных шнурах в стоимости за 150 метров в 500-600 рублей есть абсолютно нормальные шнуры, которые позволят работать вот с этими весами и использовать их на таких удилищах. Количество жил? Ну, вот на самом деле это тот случай, когда можно использовать абсолютно спокойно восьми жил. Восьми. Вот. Ну, мой совет все-таки четырехжилку. Во-первых, она реально дешевле. Во-вторых, все равно любая джиговая ловля, будь то там нормальный взрослый большой джиг, да, либо там вот микроджиг, это контактная рыбалка. Потому что мы всегда контактируем с дном. На дне у нас могут быть коряги, ракушки, какие-то еще препятствия, по которым у нас шнур трется. И так или иначе четырехжилка, она чуть лучше переносит вот это все. Особенно, если мы будем рассматривать очень тонкие диаметры, где и так-то разрывная нагрузка, там, 2-3 килограмма. А если еще где-то что-то посечется, мы рыбу можем потерять. А на микроджиге я вам скажу, что трофеи клюют иногда очень и очень достойные. Вот мой рекорд, похвастаюсь, пойманной щуки на микроджиг, на палочку с тестом до 5 грамм, на голову в 1,2, на приманку 1,5 дюйма, щука 6 килограмм в 700 грамм. Водоем? Водоем озера Холунова. Это рядом с городом. Ага, отлично. Сидоровка, Холунова, вот этот вот водоем. Была осень, мы приехали половить окуня, которого там вот осенью собирается в достатке после того, как опадает уже трава. Мы хорошо его ловили окуня, и в один прекрасный момент произошла вот эта поклевка. С этой щукой я провозился на этой снасти там порядка 40 минут. Я получил бешеное количество адреналина. Просто офигенное удовольствие. Я ее достал, сфотографировал. У меня тряслись руки. Я ее отпустил, вышел на берег, и в этот день я больше не сделал ни одного заброса. Потому что было достаточно. Я просто сидел, смотрел на вот эту вот природу, на эту красивую осень, гулял по берегу, и мне было просто классно. Вот поэтому микроджик, он дарит вот эти эмоции. Можно поехать там и поймать там реально. Вот окунь там на 100 грамм, он уже такой боец, там уже и бежит фрикцион, гнется удилище, и поэтому мы получаем определенные эмоции вот от этого вида рыбалки, от этого стиля ловли. И поэтому он очень распространен вообще в мире, и в Японии в том числе, потому что японцы, они очень практичные люди, и у них вот заядлые рыболовы, они рыбачат всегда. То есть реально там в Японии можно встретить человека, который в обеденный перерыв бежит на водоем, лежащий в галстуке, в рубашке и в пиджаке, он достает там тревел-удочку, которая там из пяти частей собирает ее, ставит, идет там на любую набережную, пытается поймать рыбу. В российских мегаполисах это тоже сейчас достаточно распространенное. Ну, достаточно распространенное, но тем не менее, там вот на самом деле в Японии это просто там какой-то культ уже, и все, и без проблем, это на самом деле классно. И микроджиг дает вот такие плюсы. Так, я хочу продолжить следовать вот той самой практической линии, еще раз вспоминая о тех, кто сегодня слышит впервые, о микроджиге уже загорелся желанием попробовать. Давай еще раз напомним. Что касается удилища, до 2,20, мы советуем начинающим. Ну, я бы взял именно вот 2,20, да, 2,20 тестом до 7 грамм. До 7 граммов. На нижний тест мы не смотрим. Вершиночка вклеена. Вершинка, причем достаточно мягкая. Вот там нам не надо какой-то жесткости. Шнур, диаметр четырехжильный. Ну, возьмем четырехжильный, это примерно там 0,4-0,5 по японской классификации. 0,4-0,5, вот можете записать. То есть, вот это основное, то, что касается там шнура. И дальше мы перейдем к катушке. К катушке. Да, у нас остается 10 минут. Особых требований каких-либо к ней, ну, не прилагается. Желательно, чтобы она была максимально легкая, потому что удочка с таким тестом и в такой длине там однозначно весит до 100 грамм. То есть, там, это могут быть варианты там 80 грамм, там, да, там, ну, 90 грамм в зависимости от модели. Вот, ну, удочки достаточно легкие, шнур тонкий. Соответственно, катушка должна быть легкой, так как мы используем шнур обязательно с металлической шпулей. Дальше два основных требования, которые все-таки нужны. Можно даже взять там катушку и немного поступиться там легкостью, но она должна, во-первых, очень хорошо работать с тонкими шнурами, то есть, у нее должна быть качественная укладка. Кстати говоря, катушки мы имеем в виду только без инерционки. Вот. Есть отдельная каста рыболов, которые даже микроджигом ловят мультипликаторами, но это, скажем так, безумно дорого, не очень практично, но это болезнь. Но им нравится. Но им нравится, да. Вот, поэтому здесь мы говорим только в разрезе без инерционных катушек. Соответственно, она должна очень-очень качественно укладывать шнур, вот, работать именно с тонкими шнурами, с укладкой. Ну, в принципе, сейчас большинство катушек это делают без всяких проблем. Вот. Дальше у нее быть должен очень тонко настраиваемый фрикцион, потому что это важно, мы используем очень тонкие шнуры. Вот. И у нее вот в ролике лесоукладывателя желательно, чтобы был подшипничек, а не втулочек. Потому что он должен крутиться вот чуть ли там, а не дуновение, чтобы у нас этот шнур не перекручивался, не перетирало его. Вот такие требования. Из того, что есть сейчас на рынке, я вот, наверное, посоветую вот так вот прям две модели, да. Если придете в магазин, можете на них обратить внимание. Первая катушка это Stinger Priority NS в размере тысячник. Катушка при этом... Это средний размер. Ну, это наоборот, это маленький. Или самый маленький. Да, самый маленький у них в модельном ряду. Вот именно у Priority NS. Значит, катушка при стоимости две с небольшим тысячи рублей отвечает абсолютно всем требованиям, которые я сказал. И самое главное, по весу в тысячном размере она весит 180 грамм. То есть это, в принципе, нормально. Даже 178 как-то вот так. Ну, то есть до 180. Это очень хорошо за эту цену. И следующую катушку, которую я могу выделить на сегодняшний день, и которой вот я пользуюсь сам уже на протяжении двух сезонов, и, в принципе, она меня устраивает всем, это катушка в ценовой категории 400+. Ну, то есть там 4200-4500 она там, по-моему, как-то так стоит. Это Stinger Innova Ultralight в размере 20.04. Катушка весит 168 грамм. Имеет мелкую шпулю. Вот этот префикс 04 как раз он говорит о том, что имеет мелкую шпульку. Соответственно, нам не нужно подматывать никакой бэкинг. Мы напрямую мотаем шнур. Катушка идеально работает с тонкими шнурами. Имеет перекрестную укладку. У нее стоят ролики везде, где нужно. И катушка уже в названии Stinger Innova Ultralight. То есть она и сделана для Ultralight. Она уже заточена, да. Катушка легкая, классная, работает здорово. И на самом деле имеет не сильно заоблачную цену. Ну, то есть такой вот, даже, скажем так, если в разрезе там Shimano и Daiwa, это вообще там начальный-начальный уровень. Поэтому на них стоит наверняка обратить внимание тем, кто пойдет в магазин. А так, в принципе, там катушек много. И у знаменитых производителей, там у Daiwa и Shimano. На любой вкус, цвет и кошелек можно найти все, что угодно. То есть сейчас это не проблема. Ну, и, видимо, 5 минут мы приманкам все-таки посвятим. Успеем? Да, 5 минут мы скажем буквально. Приманки для микроджига, напомню. Приманки для микроджига на самом деле не отличаются ничем от взрослых приманок, только это их уменьшенные копии. Но там есть исключения. Скажем так, основными приманками, вот, наверное, основной приманкой для начинающих, для микроджига, я бы на сегодняшний день посоветовал твистер. Вот не виброхвост, а именно твистер. Почему? Потому что... Маленький-маленький. Вот маленький-маленький твистер в размере, там, дюйм максимум полтора. Вот. Почему вот такая... То есть перевожу в сантиметры 2,5. 2,5 сантиметрика. Ну, вот такая вот маленькая штучка. Чем универсален? Тем, что твистер в таком размере очень просто изготовить, соответственно, он будет достаточно дешево стоить. Не жалко. Не жалко отрывать, а в микроджиге зацепы все-таки случаются, и, как правило, там освободить приманку не получается, потому что очень тонко это все. Мы дергаем, она отрывается, привязываем следующую. Вот. Твистер хорош тем, что вот в таком размере его достаточно просто изготовить, он в 100% будет рабочий, у него будет мягкий хвостик, он будет играть. Сделать виброхвост вот в таком размере, чтобы он играл, нужно использовать достаточно мягкий пластик. Соответственно, это технология изготовления. Соответственно, он будет дороже стоить. Дороже, да. Для того, чтобы вот этот хвостик-то и с пятачочком играл. А твистер – это та приманка, которая, скажем так, непонятно кого имитирует, но всегда ловит. Вот. С твистером очень просто делать проводки, то есть это может быть обычная стандартная проводка, там 2-3 оборота, это может быть проводка там с какими-то подрывами, да, это может быть просто монотонная проводка в толще воды, а такое практикуется именно в микроджиговой ловле, так называемый пилогический джиг в толще воды. Вот. Твистер позволит сделать все, что угодно. Дальше, скажем так, таким вот обособленным классом приманок, которым ловят уже такие, скажем так, ну, наверное, более продвинутые рыболовы, которые уже понимают, что зачем, которые вот мне безумно нравятся, это стоят приманки, которые абсолютно не имеют своей собственной игры. То есть это так называемые слаги, да, ну, то есть такие червячки, на которых нет там никаких пяточек, еще там что-то, то есть они в воде практически ничего не дают. То есть это различные такие имитации каких-то там насекомых, личинок, да, в основном личинок, там, личинок веснянки или еще там чего-то, козары, вот этой вот нашей знаменитой там личинки стрекозы. Вот. То есть это приманки, которые не имеют своей игры вообще. Вот, как правило, изготавливаются из съедобного пластика и вот, ну, имитируют каких-то вот этих вот врачков, жучков, паучков, которые живут как раз в придонном слое. А проводка, это уж как фантазия позволяет. А вот проводка, почему вот мне, например, почему они нравятся, потому что своей игры они не имеют, но им можно задавать, вот рыболов должен задать игру, должен подобрать игру, которая в данный момент будет нравиться рыбе. Да, например, у меня вот любимая приманка весенняя, да, это слаг черного цвета, который в воде имитирует пиявку. Да? Вот. Потому что окунь, например, весной очень крупный, хороший окунь, очень любит пиявок. Он скушает ее, да. Он очень любит пиявок. Но для того, чтобы на нее успешно ловить, нужно посмотреть, как двигается пиявка в воде. Ну, кто видел? Ну, змеевидные такие движения. Змеевидные движения, причем достаточно резкие. Да. То есть она очень резко двигается. Вот. Соответственно, этот слаг нужно заставить резко двигаться. Здесь нужно, приловленный такой вот тип приманок, которые не имеют своей игры, нужно постоянно что-то думать, да. Нужно, скажем так, ну, изучить там какую-то прибрежную там полосу. То есть, например, я вот очень... Не стесняться в ванной тестировать. Да. Ну, я вот, например, там, приходя на нашу набережную, так как там достаточно много камней, а изо дня в день все может меняться, там, перед тем, как начать рыбачить, вот, я захожу в воду, там, беру буквально камень, вот, поднимаю и смотрю, что там на нем есть. То есть можно реально увидеть там вот этих вот насекомых, там, да, личинок, которые находятся на камне. Соответственно, мы понимаем, чем в данный период может питаться рыба, и уже начинаем подбирать у себя в коробке. Вот, это постоянно заставляет думать, это постоянно заставляет развиваться, это постоянно заставляет подбирать вот те типы проводок, которые нам необходимы. И это, на самом деле, очень интересно, потому что на сегодняшний день, ну, просто поймать рыбу уже неинтересно. Ну, вот реально просто... Надо заморочиться. То есть надо уже заморочиться, надо подобрать ключик. А когда начинаешь подбирать ключи, начинаешь понимать, что ей нужно, имея вот такое грозное оружие, как микроджик, на которое можно фактически поймать всегда и везде, реально остаться без рыбы очень проблемно. То есть когда научился и подобрал, ты будешь ловить практически всегда и везде. То есть поймать за рыбалку какое-то количество рыбы не составит особого труда. Но понятно, что за это нужно потратить какое-то время, нужно что-то там подобрать и посмотреть. Это то, что касается приманок, так очень-очень узко. Поэтому мой совет начинающему, мы уже рассказали, как выбрать спиннинг, поняли, какая нам нужна плетенка, привели несколько вариантов катушек, подытожим по приманкам. Друзья, на начальном этапе становления не пытайтесь выбирать модные приманки, которые вам могут кто-то посоветовать или где-то вы прочитали в интернете. Чем руководствоваться-то? Выберите нестареющую классику. Возьмите приманки, которые имеют собственную игру. Это может быть твистер, это может быть маленький виброхвостик. То есть это вот те приманки, на которые стоит обратить внимание. Соответственно, по размерам, оптимальный размер, это от одного дюйма до двух-двух с половиной. Соответственно, это у нас получается, грубо говоря, сколько? Два с половиной? Два с половиной до пяти. Ну, до пяти сантиметров максимум. В общем, не длиннее спичечного коробка. Да, соответственно, если у нас это твистер, то здесь полтора дюйма, наверное, будет разумный предел в твистере, потому что трехдюймовый твистер уже такая большущая приманка. А если это там виброхвостик какой-то, то до трех дюймов мы абсолютно спокойно здесь работаем, тогда двух с половиной вот так вот выбираем. И по цветовой гамме, как я уже говорил и всегда говорю, всегда в коробочке нужно иметь два цвета. Это любой натуральный какой-то и какой-то раздражающий кислотный. Поэтому не стесняйтесь, берите что-то такое зеленое, оранжевое и какие-нибудь натуральные цвета. То есть это может быть серебристый с блесками, который будет имитировать маленького малечка. Если мы выбираем виброхвост, если мы выбираем твистер, лучше, наверное, выбрать цвета оттенки машинного масла и фиолетового, потому что как раз он будет имитировать маленького червячка, который копошится в воде. Ну, вот такие советы. Да, быстро истекло время нашей передачи, которой мы посвятили сегодня микроджигу. Я с нетерпением, честно признаться, буду ждать нашей следующей встречи. Очень надеюсь на то, что ребята, увлекающиеся... Ну, это тоже микроджиг, да, ведь? Это наноджиг. А, наноджиг, простите, да, я уже забыл. Мормышку они там. Мормышку забрасывают. Мормышку забрасывают. Буду с нетерпением ждать встречи. Разговор будет интересный, конечно же. Напоминаю, что у программ «Трофеи рыбалка» есть видеоверсия. Василий в кадре. Видеоверсия появится завтра на нашем сайте. эхокирова.ру на нашем YouTube-канале. Ссылки выложим в наших группах в социальных сетях. Спасибо генеральному партнеру компании «Движение нефтепродукт». На этом все сегодня. Василий Мамонов и компания «Арсенал Комсомольская 8». До свидания. Всего доброго. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка» Трофей «Рыбалка» Трофей «Рыбалка» Трофей «Рыбалка» Трофей «Рыбалка»